В Иркутском аэропорту накануне при посадке у самолета А320 Уральских авиалиний лопнули 4 колеса. Аэробус выполнял пассажирский рейс по маршруту Душанбе-Иркутск. На 500-метровой высоте пилоты узнали о критической неисправности тормоза. Сработала сигнализация, колеса оставались заблокированными. По предварительным данным на борту находились 83 пассажира и 6 членов экипажа. Жертв пострадавших нет. Следователи и криминалисты проводят проверку основных стоек шасси этого воздушного судна. По ее результатам будет принято процессуальное решение. И о состоянии российских самолетов с учетом введенных санкций, небоевых потерях авиатехники и судьбе российской авиации. Далее будем говорить с авиационным экспертом, ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации Валерий Романенко с нами в эфире. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий, и так вот Иркутск снова в центре внимания после недавнего падения истребителя на частный дом. Теперь вот такое событие уже при посадке пассажирского самолета. Получается, как и прогнозировали эксперты, еще в начале полномасштабного вторжения летать в России становится небезопасно. Ну, в принципе, за что боролись, на то они, как говорится, то и получили. Вот, значит, они пиратски захватили самолеты. Ну, я не буду повторять эту историю. Когда самолеты, находящиеся в лизинге, отказались вернуть лизингодателям. Это просто кража. В ответ россияне получили запрет на какое-либо обслуживание самолетов, запрет на поставку запчастей, отзыв лицензии технических центров на обслуживание самолетов и даже запрет, значит, ну, как результат всех этих предыдущих санкций. То есть все компании, страховые компании перестали страховать российские самолеты. То есть сейчас россияне практически не могут летать никуда за границу. Вот, и к тому же из-за того, что тренировочные центры также отказываются проверять проверки пилотов и готовить новых пилотов, значит, состояние российской авиации, международной организации гражданской авиации ИКАУ оценивается как опасное. Вот, и вот сейчас пошли, значит, первые, все-таки, значит, не человеческий фактор сработал, а технический фактор. То есть начали сыпаться узлы и детали самолетов, которые не обслуживаются должным образом. И, Валерий, вот вы вспомнили о том, что сейчас отказывают в тренировках. Буквально в сентябре, мы помним, стало известно, что учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Скажите, а эта вот мера, она как отразится в целом на отрасли? И почему этих пилотов нельзя тренировать в России? Или таких тренажеров сейчас не существует в России? В России просто нет этих тренажеров. И даже нужно иметь тренажеры на 5 или 7 типов иностранных самолетов, которые эксплуатируются в России. А если вот взять процентное соотношение, вот взять парк российских гражданских самолетов, то на 85% он состоит из иностранных типов. Это Боинги, Эрбасы, Эмбрайеры, Бомбардье, Фоккеры, АТР и прочие-прочие. Кроме того, российские тренировочные центры пользовались дурной репутацией, поэтому практически всегда готовились летчики где угодно. В Турции, в Швеции, во Франции. Вот. И, собственно, тренажер самолета – это очень дорогостоящая вещь, потому что там имитируются практически все режимы полета, даже те, в которые реальный самолет не может попасть. Вот. И поэтому для чего нужны тренажеры? Они нужны не только для обучения пилотов. На тренажерах также проходят проверки, как бы, ну, тестовые такие проверки действующие летчики время от времени. Вот после отпуска, после перерыва в полетах, еще где-то, значит, проверяется, какая у них реакция. Проверка квалификации, да? Да, 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 да. Валерий, а если приводить аналогию, чтобы зрителям, которые нас смотрят на территории Российской Федерации, чтобы было все доступно и понятно, если провести аналогию с автомобильным, с автомобильной отраслью, это все равно, что, я правильно понимаю, иномарки, дорогие иномарки будут обслуживать на сервис-центре «Лада», да? То же самое сейчас происходит и с дорогими самолетами. Просто, ну, нет возможности их обслуживать должным образом. Так, собственно, аналогия, это стопроцентная. Вот так оно и происходит. Вот, те же самые, вы же знаете, что все автомобильные фирмы вышли, да? Вот. И то же самое с самолетами. Там не то, что, значит, в центрах «Лада» вообще нечем заменять детали. Там идет полный каннибализм. Вот сейчас они потеряли четыре стойки. Ну, в смысле, четыре колеса потеряли, да? Если они их не стерли до самых стоек, а там вроде нет, значит, еще, возможно, они снимут их с другого самолета. Потому что у них нет запаса таких колес. Ну, либо за время, за восемь месяцев войны этот запас исчерпан. Скажите, а вот эти восемь месяцев, это вообще большой срок для того же самолета? Как часто он должен проходить некую проверку, обслуживание, замена деталей и так далее, для того, чтобы летать безопасно? Вот эти восемь месяцев в условиях санкций, как они отразились уже? Как много самолетов уже пришлось разобрать для того, чтобы поддержать другие? Это целый ряд чеков существует, которые, ну, чек — это проверка, да, значит, которые проводятся раз в месяц, там, раз в три месяца, раз в какой-то срок для разных систем. Естественно, что Россия сейчас не публикует эту информацию, но то, что уже прошли даже полугодовые чеки, без всяких, так сказать, квалифицированного ремонта. Дело в том, что ремонт самолета — очень сложная вещь. Каждая измененная деталь — это не автомобиль, значит. Каждая замененная деталь должна вноситься целый ряд документов, вот, и каждый блок должен проверяться в течение какого-то периода. И даже если русские инженеры сняли какой-то блок с одного самолета и переставили на другой, это нарушение всех существующих инструкций. Вот. Мало того, что это не гарантирует безопасность самолета, на который установили эту деталь, кроме этого еще и уничтожает, значит, как бы лизинговый договор по обоим самолетам, потому что в конце концов россиянам придется заплатить за все поврежденные... Вот самолеты считаются поврежденными, оба. И за все эти самолеты неизвестно, захочет ли лизингодатель брать их обратно или за них придется платить. А один современный лайнер — это от 200 миллионов долларов. Есть информация, что сейчас Иран поставляет России не только вот эти дроны-камикадзе, но и между Ираном и Россией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере авиации, чего не сделали ни Китай, ни Индия, ни Турция. И согласно этому соглашению Иран будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров. Вот. А у Ирана откуда такая возможность? Или это блеф некий? Ну, Аллах дал, но больше неоткуда взять, как вы понимаете. Иран 30 лет под санкциями. Кроме того, три иранские авиакомпании используют исключительно Боинги, ну и немножко АТРов и Фокеров. Ой, извините, используют исключительно Эрбасы, Фокеры и АТРы. Значит, к Боингам деталей у них всего три Боинга, к Боингам деталей у них нет. Вот. Эрбас, я думаю, сейчас будет контролировать самым тщательным образом. И кроме того, на серьезные узлы там идет сертификат конечного пользователя. То есть в любой момент нужно показать, что эта деталь стоит именно на этом самолете. Вот. Ремонтировать-то, в принципе, россияне могут и сами. Они, ну, так, просторечие говоря, плюнули на все документы, да? И навыки-то у них сохранились, а вот запчастей у них нет. Вот. Иран тоже запчасти сам не производит. Ну, мы видели даже те же беспилотники «Орланы» и их «Десятые», когда во внутренности используется пластиковая бутылка. То есть все методы хороши в данных условиях. Ну, пластиковая бутылка, да. Но я вот еще подозреваю, что Иран использует запасные части к Эрбасам в качестве, в особенности, ну, радиоэлектронику, для того, чтобы продолжать выпуск высокоточного оружия, тех же ракет и дрона. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас будут очень ужесточены требования к поставке самолетам иранских гражданских авиакомпаний каких-либо запчастей. Валерий, хочется с вами еще обсудить вот такую тему. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в армии противника большое количество еще и небоевых потерь. Если вспомнить, то все это происходило, как говорят в России, во время учебно-тренировочных или же испытательных полетов. И вот приведу пример. В октябре было падение Су-34 в Ростовской области. Такой же самолет падал в Крыму. Су-25-е падали в Белгородской области, Ростовской неоднократно. МиГ-31 в Ленинградской, ИЛ-76 в Рязанской. Потом было падение самолета в Ейске. Потом было падение самолета в Иркутске на жилые дома. Вот все эти неудачные полеты и падения, в чем их причина? Это ошибки летчиков или состояние самолетов боевой авиации? Вы еще забыли Ан-26, прямо возле границ Украины в Ростовской области. Возможно, много этих потерь. Нет, там просто интересно. Именно 24 февраля Ан-26 разбился. Причины понятны. Обратите внимание на географию. Основная масса этих происшествий приходится на Ростовскую, Краснодарскую, Белгородскую область, Крым. То есть, граничащие с Украиной или близкие к нашей территории области. Естественно, отсюда следует вывод. Одна из основных причин – это нервозность летного состава. Представьте себе, в бомбардировочных полках ВКС России потерян каждый четвертый самолет. В штурмовых, в отдельных, каждый третий, в большинстве каждый третий самолет с экипажем. Причем, значит, часто весьма с экипажем. В некоторых штурмовых полках до половины состава потеряно. Ну, что еще следует сказать? Значит, основополагающая причина – это российская привычка к потемкинским деревням. Они готовили отдельные отобранные подразделения для участия во всех и всяческих парадах, авиадартсах, соревнованиях, значит, ну, короче, всяких мероприятиях для повышения престижа. А вот на углубленную подготовку большинства частей воздушно-космических сил не оставалось ни сил, ни средств. Ну, я имею в виду, не оставалось топлива, и эта подготовка была упрощенной. Сейчас пошли полеты на малой высоте, чтобы не быть сбитым. Полеты, значит, с включением средств радиопротиводействия, вот, собственно, боевые полеты. Максимально усложненная подготовка к боевым полетам. Вот. Все это оказало свое влияние на летчиков, и отсюда эти потери. Ну, плюс, как вы понимаете, стандартное российское авось и разгильдяйство. Вот и по этой причине разбился в Иркутске самолет во время заводского, первого же заводского испытательного полета с гибелью экипажа. Там всего лишь неправильно заправил, ну, не досмотрели с кислородной системой. Самолет разбился, погибли люди как в воздухе, так и на земле. Валерий, вы знаете... Ну, знаю, еще на секундочку скажу, что выявились в процессе боевых действий, выявились определенный целый ряд недостатков российских боевых самолетов последнего поколения. Это о каких недостатках идет речь? Ну, например, Су-34, их основной истребитель-бомбардировщик, вот, у него проблемы с резкими маневрами. Это был хороший... он создан на базе хорошего истребителя, Су-27. Из него получился... его создавали 24 года. Вот, от первого полета до начала серийного производства, не до нынешнего момента, а до начала серийного производства. Прошло 24 года. Сейчас этот самолет не выдерживает резких маневров и попадает в плоский штопор. То есть он начинает лететь, падать и вот по такой траектории, плоский штопор. Если обратите внимание на фотографии упавших Су-34, все они падали так, как удар ладонью по столу. Вот, это четко показывает на плоский штопор. Хочется спросить, когда же возникнут, наконец, проблемы у стратегических бомбардировщиков ТУ, которые обстреливают нашу страну с Каспийского региона? Может, им тоже чего-нибудь не будет хватать в ближайшее время? Ну, для этого нам нужно получить хотя бы ракеты, которые способны доставать до ближайших российских баз, там достаточно 350 километров. А в основном стратегические бомбардировщики, но если мы возьмем весь ассортимент оружия, то они для нас, их ракеты для нас наименее опасны, потому что они составляют основную массу сбитых. Это крылатые ракеты, которые движутся по относительно прямолинейным участкам, они движутся с постоянной скоростью, хотя они могут менять траекторию полета, совершать разные повороты на маршруте, они могут скрываться за сопками, идти в густьях рек, снижаться на малой высоте. Но, в принципе, мы научились их сбивать. Вот. Большая проблема Х-22 ракеты. Но они далеко не летят, ими стреляют только по большим городам. Это, собственно, оружие террора. Потому что... Ну и кинжалы. Да. Кинжалы, к сожалению, это то, что мы не можем сбивать по определению. А сколько этих кинжалов может быть в России? До войны считалось, что у них 50, не более. Кинжалы — это те же ракеты «Искандер», только с дополнительным хвостовым обтекателем. Вот. И из-за этого у них, значит, ну, в качестве... Ну, и из-за... Это сделано для того, чтобы улучшить их аэродинамику, чтобы их мог нести самолет без больших потерь скорости. А вот вы говорили о ресурсе гражданской авиации, который заканчивается, и просто нет возможности обслуживать эти самолеты. А ресурс по обслуживанию военных, тех же стратегических бомбардировщиков, он тоже может иссякнуть? Или Россия, поскольку сама производит эти самолеты, она и готова их дальше обслуживать? Или могут быть ввиду введенных санкций какие-то проблемы с комплектующими для обслуживания тех же СТУ и ИСУ? Это могут быть проблемы, так сказать, второго порядка. Какие-то материалы для их обслуживания станут недоступны из-за отсутствия импортных компонентов. Потому что Россия, ну, вот даже в производстве бумаги, видите, белую бумагу трудно производить, нет отбеливателя, который поставлялся 100% за границей. Вот. Это проблемы второго порядка, но сейчас у них возникли проблемы, они сейчас активно модернизируют свои стратегические бомбардировщики. Но модернизацию завершить не могут, потому что у них, вот я сейчас вчера, позавчера, вернее, почитал коммерческую прессу российскую, они говорят, что российская радиоэлектронная промышленность лежит на боку. И жалуются, что институты, которым предлагались сумасшедшие деньги за участие в проектах модернизации военной техники, попросту отказываются от этого. Потому что у них нет комплектующих, нет, им не из чего делать, и они уже утратили, они уже не могут это делать на современном уровне, так, чтобы они соответствовали... То есть даже из стиральной машины нельзя выковырять ничего, да? Ну, со стиральной машины можно, конечно, выковырять, но для стратегического бомбардировщика стоимостью там 150 миллионов долларов, запускать его с оборудованием от стиральной машины несколько рискованно. Согласен. Валерий, есть... Но нам на руку. Да, нам, как говорится, фактор времени. Сейчас идет война, Блицкриг не удалась, сейчас идет война на истощение, и пока нас поддерживают штаты Европы, мы эту войну выигрываем с очень хорошим, так сказать, таймлагом. Да, сегодня Валерий Залужный заявил о том, что Россия за эти 8 месяцев войны потеряла в два раза больше самолетов, чем Советский Союз за 10 лет в Афганистане. И сегодня, согласно сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, вот этих боевых потерь, их уже более 500, это в том числе и вертолеты, и самолеты. Скажите, а сколько лет необходимо для того, чтобы воспитать вот настоящего профессионального летчика для военной авиации? Ну, 7-8 лет нужно, не меньше. Это для того, чтобы довести его до второго класса. Летчик второго класса. Это такая основная масса. Третий класс – это старший лейтенант, как правило, получают через… или сразу, или через год-два после прибытия в конкретную воинскую часть. А для того, чтобы летчик был достаточно квалифицирован, мог вести и воздушный бой, и удары по наземным целям, и летать в простых и сложных метеоусловиях, и летать в составе группы, и выполнять боевые задания с применением определенных видов управляемого оружия в условиях радиопомех и т.д. и т.п. Это минимум. Ему нужно воинской части провести 2-3 года. Соответственно, общий срок с подготовкой в училище – до 8 лет. То есть сейчас будет некий в России еще и кадровый голод среди вот таких профессионалов? Я не думаю. Я не думаю. Потому что потеряны не все экипажи. Кроме того, мы возвращали некоторых летчиков из плена, потому что наши летчики тоже попадали в плен. И черт с ним. Пускай он у них там после компрессионных повреждений позвоночника, пускай дальше там пытается летать, а нашего нужно забирать назад. Наши люди – это вещь бесценная. Но ведь та нервозность, о которой вы говорили, та нервозность, она ведь никуда не девается, правда, у летчиков? Вы называли это одной из причин падения самолетов. Ну, естественно, естественно. Но из кадров пополнения я бы сказал, что у них резко уменьшилось количество самолетов на гражданских авиалиниях, скажем так, потому что у них до войны они летали в 60 стран мира. Сейчас летают в 11 стран, ну, 12-11 стран, если Шри-Ланку считать. Вот, значит, и, соответственно, огромное количество самолетов проставит, огромное количество летчиков живут на пособия, вот, и временные, так сказать, всяческие выплаты, но основная эта выплата у летчика за летные часы, вот. А летных часов нет, соответственно, значит, кредиты есть. Соответственно, значит, вот. И устроиться в другие авиакомпании не позволяют этим летчикам, их просто не выпускают из страны. Раз авиация не подтверждает информацию о них по запросу. Ну да, потому что там основная причина. Путин сказал, что мы должны сохранить объем авиаперевозок в России. То есть, если сейчас открыть калитку маленькую, да, то там вылетит большинство летчиков туда. Кроме того, гражданская авиация – это резерв летчиков для военной авиации. Правда, гражданские летчики отнюдь не спешат поменять мягкие кресла лайнеров, значит, на жесткие катапульные кресла истребителей-бомбардировщиков, да, и не очень хотят, значит, вместо кофе от стюардессы, значит, в кабину получить зенитную ракету под хвост. Да, но мы помним, что во время этой частичной мобилизации, как снимали с рейса пилота, когда уже люди были на борту самолета, это было рейс Уфа-Анталия. Не выпускали даже за границу, таким образом пытались забрать на фронт. Ну это вообще эталонный пример, это сказка. Это если бы такого не было, такое нужно было бы спровоцировать в России каким-то образом, доплатить военком. Потому что это просто символ российской тупости и разгильдяйства. Не могли выяснить, не могли понять, не могли организовать нормально все это дело. Да, значит, получается, что, ну и техники, это мы говорим о пилотах, а техникам тоже не светит из теплых ангаров переходить в полевые условия. Самолеты-то российские, они военные, у них безангарное обслуживание. То есть идет зима, на свежем воздухе, на морозце, на ветре, под дождем. Все это придется делать, значит, обслуживать самолеты, подвешивать огромного веса вооружения. А как подвешиваются ракеты? Два человека берут на плечо ракету и, значит, пытаются попасть в гнезда, значит, которые подвески, да. То есть работа такая, в общем, довольно тяжкая. Светлое будущее. Светлое будущее российской авиации – это, значит, гужевый транспорт, потому что железная дорога тоже в основном базируется на иностранных комплектующих, электродвигателям, тяговой состав, электровозы, те же Сапсаны, это тоже корейское, это тоже европейское производство. Вот олени, гужевый транспорт, ну и старые типы автомобилей, типа, как мы уже говорили, передача «Жигули». Валерий, спасибо вам большое за этот разговор, за ваши комментарии. Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, был с нами в эфире «Фридема». Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.